привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий Олег сегодня тема нашей передачи будет ответ на ваши письма сразу хочу я начать с того что извиниться перед многими своими подписчиками просто зрителями о том что я не могу сразу ответить на некоторые ваши письма в оправдание свое могу сказать то что на 80 процентов ваших вопросов ответы на канале уже существует то есть не поленитесь просмотрите хотя бы название роликов которые там есть под 200 роликов и 20 процентов вопросов на которые я отвечаю но может быть не сразу по одной простой причине что проект у меня не коммерческий я на этом деньги не зарабатываю и ответить сразу же не могу по простой простой самой причине то что есть дефицит времени то есть помимо канала у меня есть еще своя непосредственная работа я занимаюсь собачками дрессирую собачек помогаю людям как бы в этом отношении и еще могу сказать такую вещь мне в день приходит по 300 по 400 писем я иногда даже просто физически не успеваю там открыть почту посмотреть вставляете 23 дня прошло у меня уже за 1000 с чем-то писем то есть ну просто реально не хватает времени помимо этого еще есть семья и все остальное в общем вот это была вступительная часть и теперь перейдем непосредственно к некоторым ответам но в частности в контакте мне тут пишут люди сейчас я открою и мы будем с вами отвечать непосредственно на вопросы ну и так вот первый значит петя тримбицкий пишет мне свою такую историю о том что что мне делать если у меня собака уже привыкла спать на кровати как ее можно отучить от этого я уже неоднократно говорил о том что никогда не разрешайте запрещенное то есть если как бы вы раз разрешили вам потом тяжело будет дать понять собаке о том что этого делать нельзя потому что вы же дали ей понять что в принципе это возможно залезть на кровать вот ну и здесь нужно руководствоваться какими собственно говоря принципами то есть давайте с вами обсудим еще раз как стать вожаком для своей кровати нужно для своей собаки то есть здесь нужно соблюдать ну определенный набор правил да во первых не очеловечивать собаку свою то есть как только вы перестанете очеловечивать свою собаку считайте что 90 проблем процентов проблем вы решите сразу же мгновенно и собака живет ну-ка идите отсюда вы собака живет по определенным каким-то законам которые но никак не вписываются в человеческое общение да здесь существует и иерархия какая-то определенная и эту иерархию нужно соблюдать то есть я вот еще раз говорю что собака же не может подняться на уровень человека человек разумный он может опуститься на уровень собаки и создать для нее те вот самые условия которые будут для нее приемлемые а приемлемые условия для нее такие что собака должна занимать низшую ступень в вашей семье то есть ваша семья по сути составляет суррогатную стая которую вы создаете для животного вот и собака должна занимать наименьшую иерархическую нишу в этой собственно говоря стаи а как этого добиться ну во первых давайте сделаем вот вот простую такую вот проведем аналогию самое высокое место всегда в стае хищников занимает это вожак да то есть вот еще раз приведу этот пример когда в мультике маугли акел лежал на горе тем самым он подчеркивал свой статус вожака то есть кошки видели да они любят высоко находиться для того чтобы наблюдать за всем да здесь у нас что происходит когда вы находитесь на диване диван это более комфортное место да диван более высокое место и это место является всегда вожаком то есть когда вы пускаете на диван свое животное свою собаку вы ставите иерархическую нишу и и выше то есть чего делать собственно говоря нельзя